Поздравляю! Тебя развели. Если ты думал услышать какие-то страшные тайны, которые вдобавок достанутся тебе совершенно бесплатно и которые уже как минимум знаешь не Т1, то едва ли это можно назвать тайнами. Однако кое-что я все-таки тебе расскажу. Кое-что важное для тебя. Меня зовут Джей Грин. И я не буду говорить с тобой про кино. Суть в том, что ты вообще не знаешь зачем я буду говорить с тобой. Но даже это не главное. Главное то, чтобы ты сам знал зачем пришел сюда. Может быть я хочу навешать лапши тебе на уши, а может открыть самую главную и страшную тайну. Для тебя вся проблема заключается в том, что ты не можешь отличить одного от другого. Я научу тебя, если ты сам захочешь учиться. Захочешь научиться играть по-настоящему. Единственный способ стать умнее играть с более умным противником. Основа шахмат 1883 год. И начнем мы с самого главного. С правил. Я не гарантирую, что если ты будешь соблюдать их, то твое положение улучшится, потому что я не знаю ни кто ты ни на что способен. Но я могу сказать точно. Хуже не будет. Я не буду рассказывать их все. Не в этот раз. Однако некоторую их часть я все-таки поведаю тебе. Жизнь это игра. А значит в ней есть правила. Если ты не знаешь правил, ты проиграешь тому, кто их знает. И еще одно. Казино никогда не проигрывает. Не проигрывает. Потому что не играет. Запомни главное. Есть три составляющие любой игры. Ставка, мастерство и удача. Чем выше одно из этих трех элементов, тем игра интересней. Тем она искушенней. Самая высокая ставка – это жизнь. Высшее мастерство – это его отсутствие. Ибо тогда пропадает погрешность ставки, так как если мастерство одного из игроков превосходит другого, то и ставка для такого игрока уже не так высока. Именно по этой причине лучшая игра – это рулетка, но не та, в которую бросают кости, а та, в которой жмут на курок. Правило первое. А с чего, по-твоему, стоит начать? Как ты думаешь, что это за правило? Наверняка тебе в голову ничего толком не лезет и думаешь, что есть какие-то тайны. Скрытые постулаты и прочее. Запомни одно. Мудрец спрячет бриллианты среди стекла. Итак, правило номер один. Началом всему является хорошее приветствие. Если с этого самого начала ты останешься в дураках, то… Знаешь, как говорится, хорошее начало – половина успеха. Поэтому, если хочешь начать с успеха, не тяни руку первым. Особенно к тому, от кого зависишь, кто сильнее тебя. Потому что ее могут не подать, и ты будешь выглядеть дураком. А ты ведь не хочешь выглядеть дураком. И даже если ты таковым являешься, другим об этом знать вовсе не обязательно. Верно? Правило номер два. Хочешь научиться получать правильные ответы. Научись задавать правильные вопросы. Один мой приятель как-то сказал, что есть один самый главный вопрос, который следует задавать, и, надо сказать, он был прав. Прав в том, что этот вопрос надо задавать, и чем чаще, тем лучше. Итак, вот вопрос, который ты должен задавать себе предельно часто. Что это дает мне? Что это дает мне? Проблема в том, что многие, в том числе и мой старый приятель, трактуют этот вопрос не совсем правильно. Этот вопрос не подразумевает того, что во всем нужно искать выгоду. Это не вопрос меркантильности или эгоизма. Это вопрос причин и следствий. Задавая этот вопрос, ты должен прежде всего просчитывать те возможные последствия причин, из-за которых ты и задал этот вопрос. К примеру, ты решил перейти дорогу на красный свет, или поставить в казино все, что имеешь. В том и в другом случае надо спросить себя, что это дает мне? Правило третье. Не будь жадным. Жадность еще никого не довела до добра, а все богачи мира будут кормить тех же червей, которые жрут нищих. И так, не будь жадным. Если сорвал куш, поделись своим куском пирога. И тогда судьба подкинет тебе еще. Только не благодарить. Никогда не жди благодарности, потому что если ждешь ее, это вовсе не означает, что ты хороший парень. Это означает лишь то, что ты эту благодарность покупаешь. А если ты что-то себе покупаешь, это, как сам ты понимаешь, вовсе не делает тебя щедрым. Это лишь удовлетворяет твое «я». В действительности, ты все такой же жадный. Я богат. Да, я охренительно богат. Даже если ты пожертвуешь миллионы на благотворительность, то этим ты лишь оплатишь счет для возвеличивания своего собственного «я». Еще одно правило этикета. Поверь, для тебя хуже не будет, если ты будешь в курсе этих маленьких нюансов, ведь жизнь складывается из мелочей. Когда вдруг тебе предстанет возможность знакомить двух людей друг с другом, нового знакомого прежде представляй старому, а менее влиятельного человека представляй более влиятельному. Но есть одно исключение. Отцу или матери всегда представляют первым, не важно кто это, хоть сам президент, хоть сам черт. Это выражение незыблемого уважения к родителям, данного им богом, вне зависимости от ситуации, так как они, в свою очередь, являются как бы отражением его роли как отца, который стоит выше всех. Первое правило бизнеса. Защищайте свои инвестиции. Этикет банкира 1775 год. Наверное, не лишним будет сказать про инвестиции. Защищай свои инвестиции. Но это вовсе не означает того, что ты должен бегать как бабуин с копьем, пытаясь бросить его в каждого встречного. Нет. Это означает, что ты должен защищать свои сбережения от самого себя, от своей глупости и от своей жадности, что в действительности одно и то же. Лучший способ защищать свои инвестиции – это думать над тем, куда ты их в действительности инвестируешь и что тебе дадут эти инвестиции. Каждое вложение подразумевает рост. Если ты спускаешь весь свой доход на бутылку, это не очень похоже на рост, верно? Так же, если потратить их в сомнительное дело, в дело, механизм которого ты до конца не понимаешь, это тоже вряд ли приведет тебя к росту. Все это приведет к тому, что тебя в очередной раз разведут. Только в первом случае тебя разведут с помощью твоей зависимости к бутылке, а во втором – с помощью твоей жадности. Сто раз подумай над тем, куда ты собираешься потратить свои кровные, и не обеднеешь. Шестое правило – будь собой. На первый взгляд это звучит несколько странно, однако копни чуть глубже и все станет ясно. Мы постоянно пытаемся казаться, казаться перед друзьями, родственниками, окружающими и даже самим собой. Мы отчаянно пытаемся быть непохожими на всех остальных, не смешаться с этой серой массой. И в этой попытке именно это мы и делаем. Суть в том, что всей этой массе плевать на тебя так же, как и тебе плевать на них. Твоя новая прическа или стильный пиджак никого не удивит. Все это уже давно никому не интересно, никого не удивляет, удивляет другое – люди без масок, люди, которым хватило сил принять себя такими, какие они есть. Сжечь весь ворох масок в пылающем костре откровенности и спокойной походкой выйти в мир открытым человеком. Открытые люди очень пугают и в то же время вызывают большой интерес. Потому что открытый человек открыт для всех одинаково. Посмотри на этих брутальных парней или накрашенных женщин. Это все маски. Машина, одежда, плейлист, обсуждение модного сериала и прочее. Человек, которому нечего скрывать в действительности, пугает своей неизвестностью. Потому что люди по привычке пытаются определить, какая же маска на нем одета, но не могут этого сделать, потому что никакой маски нет. Мир видел много масок, не пытайся создать себе уникальную. Все уже созданы и примерено до тебя не одну тысячу раз. В то же время любая, даже самая продуманная маска, скрывает подлинную уникальность. А где еще, как не в мире подделок и фальша, уникальность будет в наивысшей цене? Правило седьмое. Хочешь научиться выигрывать? Для начала научись не проигрывать. На первый взгляд правило столь очевидное, что едва ли кажется, стоит заострять на нем внимание. Однако не все так просто. Не всегда просто понять истинные причины того, что ведет к тебя к проигрышу. В разной ситуации они разные, но в конечном итоге они все берут начало из внутренних слабостей человека. Кого-то одолевает лень, кто-то наоборот слишком поспешно принимает решение. Недостаточный анализ ситуации, возможных последствий и так далее. Перечислять можно до бесконечности. Твоя же главная задача состоит в том, чтобы найти свою ахиллесову питу и устранить ее. Загвоздка в том, что для кого-то сложнее первое, а для кого-то второе. Правило номер 8. Пока ты не признаешь того, что внутри тебя идет самая настоящая война, ты обречен на вечную отсрочку для борьбы со своим истинным врагом. И в этом случае твои шансы на победу равны нулю. В любой игре всегда есть соперник и всегда есть жертва. Вся хитрость вовремя осознать, что ты стал вторым и сделаться первым. Мы подходим к самой главной части нашей беседы. В конечном итоге любая игра сводится к игре с самим собой. А точнее с тобой и с ним. Если ты не выиграешь в этой игре, то обречен проиграть во всех остальных. Ты не слышишь его, не знаешь о его существовании, ты думаешь, что его вообще нет. Что есть только ты. Именно ты. Но это не так. Все, что ты видишь вокруг себя, это мир голда. Все это создано его руками. Я сейчас говорю не про колышущуюся травку или закат солнца. Я говорю про мир, созданный человеческими руками. Все его грязные тайны, все его королевство создано с помощью людей, которые не осознали простой лжи. Самой простой, но самой старой и главной разводки. Все, что нужно сделать для того, чтобы понять это, просто услышать его. Я тебя слышу. Я тебя слышу. Я тебя раскусил. Он изо всех сил хочет, чтобы ты думал, что ты – это ты. И действуешь в своих интересах, удовлетворяешь свои потребности и свои желания. Но это не так. Кто должен быть автором самой лучшей разводки в мире? Кто же еще, кроме как отца всех разводок? Он знает их все, и уж, конечно, он знает самую главную разводку в мире. Заставит тебя поверить в то, что его вообще не существует. Заставит тебя поверить в самую простую и самую изощренную ложь. Лишь когда ты осознаешь его главную разводку, ты по-настоящему проснешься. Его лучшая разводка заключалась в том, что он заставил тебя поверить, что он – это ты. Надеюсь, тебе помогут эти простые правила. Жми палец вверх и подписывайся на канал WatchGots. Возможно, я расскажу тебе еще. До новых встреч. Удачи.